Привет! С вами Григорий и интернет-магазин EME54. Сегодня в нашем выпуске будет полуэлектрическая тележка TOR PPT18H. В данном выпуске мы рассмотрим несколько тем, касающихся сервиса данных тележек, а также затронем достоинства и недостатки в их обслуживании. В конце видео я расскажу, почему существует тенденция уходить от обычных гидравлических тележек к электрическим и полуэлектрическим. Если у вас в наличии имеется такая тележка и она требует ремонта, вы можете обратиться в наш сервис. В описании под видео будет вся информация для связи с сервисом. В кратчайшие сроки с вами свяжутся для проведения диагностики, ну а также мы окажем вам качественные услуги ремонта. На моей памяти ремонт данных тележек не затягивается надолго, но при огромной базе запчастей, которая у нас имеется, проведем ремонт за пару дней. В паспорте тележки TOR PPT18H написано, что только квалифицированный специалист имеет право обслуживать данную тележку. Поэтому предоставьте это дело мне. Ну а я в свою очередь поделюсь с вами тем, что сможет сделать любой оператор самообслуживания данной техники. Первый случай это датчик положения ручки. Тележка приводится в действие, когда мы наклоняем ручку и нажимаем кнопку движения, но в данном случае тележка не передвигается. Если с кнопками у нас все в порядке, то скорее всего это датчик положения ручки. Чаще всего он просто считает, что ручка тележки сейчас находится в вертикальном положении, в котором она не может передвигаться. Поэтому необходимо либо установить этот датчик правильным способом, либо заменить его, если он вышел из строя. Для простого самообслуживания вам достаточно следить за тем, чтобы масло в гидроузле тележки было в норме и не подтекало. Также, чтобы под защитный корпус двигателя не попадал мусор, а на колеса не накручивались никакие посторонние предметы. В идеале необходимо хранить тележку вдали от грязных мест и периодически чистить ее. Как у большинства подобной техники, у данной тележки имеются расходники. Это колеса, манжеты, шпильки, втулки, подшипники. И замену данных элементов вы можете производить уже на свой страх и риск, если хорошо в этом разберетесь. Ну а я все же рекомендую за более глубоким ремонтом обращаться в сервис. Без риска, без нервов. Давайте обратим ваше внимание на батарею. Хватать заряд батареи должно на 6 часов. Если вы заметили, что батарея разряжается быстрее, попробуйте полностью разрядить батарею и после того, как тележка отключится, зарядить ее до 100%. Далее засеките время, насколько хватает заряда после начала использования до полной разрядки. Ну а после обратитесь в сервис для дальнейшего ремонта или замены. Если ваша тележка перестала откликаться на передвижение и вы убедились, что датчик положения ручки в норме и кнопки не запали, то проблема глобальная и вам необходимо обратиться в сервис. В таком случае чаще всего проблема в контрольном блоке управления, который отвечает за передвижение тележки. Мастер с помощью прибора сможет обнаружить ошибку и исправить причину. Если тележка получила физические повреждения, то оценить масштаб ущерба и провести дальнейший ремонт вы сможете только в специализированном сервис-центре. Тележка Торпо ПТ-18H неприхотлива в использовании. У нее немного узлов. Новый современный бесщеточный двигатель не требует сервисного обслуживания, поэтому поменяв расходники на данной тележке вы сможете надолго забыть о том, что это потребуется сделать в течение года или двух. Шпильки, втулки, колеса, манжеты и прочие расходники отличного надежного качества. Но имеются недостатки. Вы не всегда сможете найти запчасти в не специализированных центрах, поэтому вам необходимо будет обращаться именно к вашему производителю. Если у вас пыльное помещение, неровный пол и график работы больше шести часов, то вам необходимо будет менять запчасти чаще обычного. Это объясняется тем, что вы работаете на тележке на износ. В данной модели представлен многофункциональный LCD-дисплей, который показывает часы работы батареи, коды ошибок и предупреждение о необходимости зарядки. В других моделях подобных тележек я не встречал таких новшеств, поэтому если вы столкнетесь с поломкой данного дисплея, то вам придется обратиться в сервис за ремонтом или заменой. Других подобных особенностей в обслуживании данная тележка не имеет. Тележка Торпо ПТ-18H собрана из отличных материалов и будет долго служить на любом складе. С проблемами, которые я сталкивался на протяжении всей своей работы, не было ни одной, которую мы не смогли бы продиагностировать, понять причину и произвести ремонт. Тележка надежная, с отличным двигателем на передвижение, который не требует сервисного обслуживания. А сейчас я отвечу на вопрос, который озвучивал в начале видео. Почему существует тенденция переходить от обычных гидравлических тележек к электрическим и полуэлектрическим? Все очень просто. Они имеют огромное преимущество. Это электродвигатель, что позволит сэкономить вам большое количество времени и силы вашим работникам, а также они безопаснее в использовании. Таков мой вывод по данной модели. Ну а вы, пользуясь этим видео, сможете продиагностировать данную технику и произвести несложный ремонт. Но помните, чрезмерная самодеятельность может навредить оборудованию. Обращайтесь к профессионалам. С вами был интернет-магазин ЕМЕ54 и Григорий. Желаю вам обходиться без поломок. В данной технике. Ты красава. Просто. Манжеты, колеса, шпильки, втулки. Отличные. Отличные. Вот такие. Миша, да. Лицо поспокойнее тебе денег никто не даст. Если у вас очень пыльное помещение, неровный пол. Если у вас очень пыльное помещение, неровный пол. А также они безопасны в использовании. Это что такое? Экспользование. Экспользование. И я, Григорий. Пользуйтесь только правильной техникой. Только это. Я все перепутал. Таков мой вывод по данной модели. Ну а вы пользуясь сейчас.